Всеобщая популярность футбола, как виды спорта, вполне объяснима. Для того, чтобы начать в него играть, необходима всего лишь мяч и достаточно ровная площадка. Зато эмоции будет через край. Самый популярный в мире вид спорта имеет массу поклонников Ивкстова. Это подтвердил турнир, прошедший в минувшие выходные. Вчера в субботу мы играли на вылет. После первого тура осталось 12 команд, после второго тура осталось 6. И вот сегодня у нас в финальной части 6 команд поборются за первые 3 места на пьедестале почета. 24 команды сражались за победу на искусственном газоне, расположенном в детском парке. Победители ждали денежные призы. Но думается, что не это главный мотив участников соревнований. В первую очередь, конечно, это общение, это любимое дело, это выплеск каких-то эмоций накопивших, негативных на работе, на учебе и так далее. Здесь люди отдыхают душой. Но я думаю, что денежное поощрение никому не мешало. Даже ребята могут купить мячи, форму и так далее. Тут уже у кого насколько фантазии хватает. Мы любим футбол, мы за любую движуху в этом виде спорта. В принципе, мы на всех соревнованиях здесь на газоне принимаем участие. Мы всегда стараемся, по крайней мере. Мы и соученики, и с одного двора. Но возраст различен от 18 где-то до 25. Остается назвать победителей. В упорной борьбе команда Мадейра заняла подсчетное третье место. Футболисты команды Трактор заняли вторую строчку. А победителями стали представители команды Карповка. Футбол – демократичный вид спорта. И каждый может подняться до любых высот. Необходимо только желание, упорство и подходящая материальная база. Как знать, может быть очередной Лионель Месси живет именно на Кстовской земле. А турниры, подобные этому, приближают его явление миру. В пользу случаем я хочу пригласить в очередной раз детей 6, 7, 8 лет к нам записываться на футбол. Почему? Потому что бывает родители спохватываются, но поздно, когда детям уже по 12 лет. А уже очень тяжело догнать, потому что футбол на месте не стоит. И ребенок в маленьком возрасте очень здорово все впитывает. И к 12 годам он уже должен, в принципе, обладать, у него должен быть какой-то багаж знаний, умения и так далее. А когда родители приводят к 12 лет, уже, как правило, получается поздно.